Приветствую всех любителей настольного тенниса. Сегодня речь пойдет о теннисе, но не о большом, как в том анекдоте, когда один новый русский приезжает к другому на дачу, а у того в саду на корте играет Джокович вместе с Нодалем. Первый такой обалдевший, ну нифига себе, у тебя такие игроки, не каждая страна себе их пригласит. Второй говорит, да ладно, вон видишь, рыбка в аквариуме золотая плавает. Вот исполняет одно желание, не ты как в сказке, одно. Вот загадал, вот и играют. Да ладно, а мог заказать все, что угодно. Ну конечно, и вот ты заказал вот это, ну да, играют же. Говорит, ну ладно, я думал ты крутой, но ты вообще крутой человек. Говорит, да ладно, бери себе эту рыбу, завтра отдашь. Первый говорит, ну ничего себе, у меня вот были друзья, но такого друга, как ты, точно не было и не будет. Ты самый лучший друг на свете. Да ладно, ладно, завтра отдашь. Первый берет рыбку и несется домой. Тот ему вслед, только внимательнее, она чуть-чуть глуховатая. Да ладно, ладно. Прибегает домой, ставит на стол, смоет на нее, говорит, все, все. Хочу миллион, нет, хочу триллион, триллион баксов. Рыбка хвостом махнула и пошли факсы со всей страны. Рулонная бумага только вылетает, одна за второй. Тот говорит, я баксы хотел. Рыбка ничего не знаю, и желание исполнено. До свидания. Ну на следующий день тот возвращается, весь грустный такой. Да дает эту рыбу. Говорит, да ты представляешь, деду, ты представляешь. Глухая, как тетерев, тупая, как валенок. Заказал триллион баксов, а она мне прислала триллион факсов. Тот говорит, да ладно, расслабься, не пальцем. Ты что думаешь, что я что-ли себе большой теннис заказывал, что ли? И так, как я обещал в прошлом блоге, ссылку на которого можно посмотреть в описании. Сегодня мы рассмотрим нестандартный прием подачи. И начнем мы рассматривать сегодня самую популярную подачу, которую чаще всего изучают в секциях настольного тенниса. Это подача противникам слева с нижним боковым левым вращением. Чаще всего ее подают игроки нападающего стиля. Потому что стандартный ответ, это будет срезка по диагонали или накат. И тогда нападающий игрок производит атаку или серию атаку до выигрыша очка. Ну и естественно, для атакующего игрока должны быть приятные сюрпризы. Сегодня мы их рассмотрим все. Один из них это прием этой подачи. Переводим ее направо. Для приема этой подачи мы подводим ракетку под мяч. В момент приема переворачиваем ее. И кистью направляем мяч в нужное нам место. В зависимости от скорости и силы прихода мяча мы либо добавляем, либо немножечко гасим скорость мяча. Итак, развод. Продолжение следует... После того, когда соперник поймет, что вы можете стабильно переводить этот мяч ему направо, он будет к этому готов. Но даже когда он готов и пытается его сыграть, ему-то приходит его же боковое вращение сильное. И чаще всего он просто этот мяч посылает в потолок. Ну, как... Теперь рассмотрим вариант, когда противник готов к тому, что вы будете переводить мяч вправо, сыграл хорошо и вернул его вам. Ну, или еще лучше атаковал. В таком случае, если он просто вернул, самый оптимальный вариант атаковать самому ему под противоход влево. Если же он атаковал, то тут тогда мы переходим к контратаке и опять же к контратаке именно влево. Но когда противник очень цепкий и готов после атаки справа вернуться налево, и уже готов к тому, что вы будете переводить, можно для него еще один сюрприз. В противоход, чтобы он не мог. Теперь рассмотрим вариант, когда соперник уже решает подать вам эту подачу не под закрытую ракетку, а под открытую. И тут есть два варианта. Первый вариант, это придять ее классически и перевести мяч противнику под право. А если все-таки противник после этого перевода достал мяч, то стандартно отдалим его обратно в противоход. Второй вариант нестандартный уже и очень неожиданный для соперника, когда мы эту подачу принимаем ему под противоход, под лево. Это более интересный вариант, но и более сложный в исполнении. Ну, в конце концов, для разнообразия, конечно, можно вернуть ему и стандартно. Но, во-первых, противник не всегда будет ожидать после всех этих ваших корректаций, что вы ему вернете стандартно. И вполне возможно, что он не будет готов к первому ходу в атаке. И просто вернет вам мяч. И тогда уж можно дальше продолжить нестандартно под ударом. Давайте рассмотрим классический вариант розыгрыша этой подачи. Мы ее возвращаем под атаку, но единственное, что мы готовы уже к этой атаке, мы знаем, что она будет. И продолжение следует. Ну и последний, как мне кажется, красивый розыгрыш, как в этом видео, так и в том матче. Ну вот, сегодня мы рассмотрели различные варианты приема самой популярной подачи с нижним боковым левым вращением. В следующей передаче мы опять же рассмотрим подачу противника слева, но уже с правым боковым нижним вращением. Там тоже есть варианты. Подписывайтесь! Рассылайте это видео, друзья! До новых встреч! Всего доброго!